Приветствую вас, друзья, на канале. Сегодня у нас будут на обзоре и тесте интересные литий-титанатные элементы фирмы Yenlong. Ранее на канале уже были литий-титанатные элементы японской фирмы Toshiba. Эти же элементы китайского производителя Yenlong. Эти элементы будут очень полезны для тех, кто занимается солнечной энергетикой, автозвуком и так далее. Литий-титанатные элементы отличаются от своих других литиевых собратьев тем, что имеют очень низкое внутреннее сопротивление, умеют отдавать колоссальные токи, гораздо больше, чем литий-железо-фосфат. Также они имеют колоссальное количество циклов заряд-разряд и умеют работать при очень низких температурах минус 40, минус 50 градусов. Причем не просто разряжаться, они при этих температурах умеют даже заряжаться. Но такие выдающиеся характеристики даются им не просто так. В этой бочке меда также есть небольшая ложечка дегтя, а именно их не очень высокая энергоемкость. К примеру, если посчитать энергоемкость одного элемента, она будет равняться от 60 до 80 ватт-час на килограмм. Те же элементы LG HG2 имеют энергоемкость 230 ватт-час на килограмм. То есть, литий-детонатные элементы имеют втрое меньшую энергоемкость, чем самые лучшие представители из класса литий-ион и литий-НМС элементов. Вот так вот выглядят элементы, сделаны довольно-таки мощно. Найти по ним официальную информацию получилось довольно-таки легко. И когда я начал анализировать информацию из даташита, я понял, что скорее всего китайцы продают бэушные элементы, естественно, поэтому они довольно таки дешево стоят. Цена где-то около 42 с половиной долларов за элемент. Это довольно-таки низкая цена за 30 ампер час с такими выдающимися характеристиками. Но так как элементы БУ, также у них и разная степень изношенности. Эти, к примеру, на 32 и 9 33 ампер часа. Сейчас нужно будет взвесить элемент. По даташиту они должны быть 1220 грамм. В реале 1158 грамм. Думаю, это укладывается в погрешность и все с ними нормально. Также я не могу не измерить их внутреннее сопротивление. Сопротивление щупов равно нулю. Этот элемент я зарядил. Его сопротивление 0,35 миллиом. Эти элементы в средней точке. Их сопротивление 0,6 миллиом. 0,65 миллиом. 0,67 миллиом. 0,6 миллиом. 0,54 миллиома. Очень неплохое внутреннее сопротивление у них. По даташиту должно быть, конечно, поменьше 0,3 миллиома. Подключим элемент к зарядке. Немного дозарядил элемент. Почти до 2,8 вольт. По даташиту их можно заряжать до 2,9 вольт. Но я не стал этого делать. Потому что есть кое-какая литература, где написано, что 2,9 снижает их ресурс. Разряжать будем током 40 ампер. Это максимум, что может эта зарядка. По даташиту максимальный ток, которым можно разряжать эти элементы, составляет 350 ампер. Также и зарядный ток максимальный 350 ампер. Пиковый разрядный ток составляет 700 ампер. Не более 10 секунд. Внутреннее сопротивление, я уже говорил, 0,3 миллиома. Типовая емкость при 25 градусах 33 ампер часа. Номинальное напряжение 2,3 вольта. Количество циклов при 25 градусах. Если заряжать их током 2С и также разряжать током 2С, то есть 70 ампер, при стопроцентной глубине разряда, составит 25 тысяч циклов. При этом емкость снизится на 20 процентов и у них останется 80 процентов от емкости. А вот количество циклов при 55 градусах очень резко снижается. Даже если их заряжать и разряжать током 1С, то есть 35 ампер, количество циклов составит 3000. Емкость упадет на 10 процентов и останется у них 90 процентов. Разница очень значительная, поэтому нужно стараться их не перегревать. И в моторном отсеке им будет очень плохо, если они будут греться. При 25 градусах они проживут 25 лет. Это колоссальное количество времени. Температура эксплуатации у них аж от минус 50 до плюс 65 градусов по Цельсию. Это тоже очень выдающиеся характеристики, я вам скажу. Минимальное напряжение у них составляет полтора вольта. Если их эксплуатировать от минус 40 до плюс 55 градусов. Максимальное напряжение 2,9 вольта. Если их также эксплуатировать от минус 40 до плюс 55 градусов. Итак, начнем разряд. В режиме cadmio разряжаем ток 40 ампер до полутора вольта. Погнали! Ток 40 ампер. Замерим, какое напряжение сейчас реально на элементе. 2,56 вольта. На проводах довольно-таки много падает, как вы видите. Зарядка показывает 2,2 вольта, а на элементе реально 2,54 вольта. Разряд завершился. Элемент отдал 34 149 миллиампер час. Это замечательный результат. Емкость как в даташите. От 33 до 35 тысяч миллиампер час. Элементы классные для своих задач. Ссылку я на них оставлю в описании. Заказывайте. Элементы подойдут очень хорошо для автозвука, для солнечной энергетики, как накопители энергии. И еще много для чего. Для электротранспорта они, конечно, не совсем подходят. Если вы, конечно, не гоняете по треку, к примеру, на кроссовом электробайке, и вам не нужно снимать с батареи большие токи. Если нужно такое, то, конечно же, эти элементы без проблем подойдут. Видел такие варианты кроссовых электробайков. Гоняют нужное количество кругов. Потом либо батарея меняется целиком, либо ставится на быструю зарядку. И опять можно гонять без проблем. Немножко погуглил информацию по этим элементам по фирме Yenlong. Оказывается, эта фирма производит автобусы на электротяге. Занимаются они литий-титанатными элементами. Есть титанатные элементы призматические, есть вот такие цилиндрические. Также есть железофосфатные у них аккумуляторы. 70 ампер час даже есть. В таком форм-факторе у них имеются элементы на 35 ампер час, на 40, на 45 ампер час. Видимо, как раз такие элементы и продают китайцы. Немного отработавшие и немножко потерявшие в емкости. Также есть призматические элементы емкостью 30-33 ампер часа. Кстати, также у них есть титанатные элементы в пакетах на 70 ампер час. И ещё есть литий-NMC призматические элементы на 60 ампер час. Ссылку на сайт производителя я оставлю также в описании. Кому интересно, можете полюбопытствовать, посмотреть, чем занимается эта фирма. Довольно-таки серьёзная фирма. Сейчас заряжу этот элемент до 2,24 вольта, как и эти элементы. Подключу его к этой батарее. И мы произведём ещё некоторые измерения. Проведём ещё небольшие измерения с нагрузочной вилкой. Измерим напряжение. 13,35 вольт показывает нагрузочная вилка. Мультиметр 13,42. Мультиметр, я знаю, что откалиброван. Он показывает точно. Выставляем одну спираль. Вроде как 100 ампер она должна быть. Посмотрим, сколько покажут токовые клещи. 120 ампер. Поставим вторую спираль. Посмотрим, сколько она покажет. 123 ампера. Примерно одинаково показывает. Поставим обе спирали. Классное, сжогово. 209 ампер. Показываю токовые клещи. Ещё раз. 200 ампер. На 0,8 вольта просаживается напряжение. При токе 200 ампер. Сопротивление нагрузочной вилки изначально сделано меньше. Поэтому на холодную показывает 120 ампер. Рассчитано на то, что когда прогреется, ток станет 100 ампер. Что нам и показывали токовые клещи. Общий ток был около 200 ампер через две спирали. В принципе, здесь они сделаны довольно-таки точно. Плюс-минус для гаражных замеров, думаю, сойдёт. Вообще, конечно, хорошо использовать вместе с нагрузочной вилкой ещё и токовые клещи. Чтобы знать реально, какой идёт ток. С током, конечно, всё в порядке. А вот напряжение, которое показывает нагрузочная вилка, под нагрузкой, естественно, неверное. Потому что здесь идёт просадка. Довольно-таки сильная. Когда мы касаемся, здесь возникают падения, довольно-таки большие. Именно для этого я подключил мультиметр к борнам, к выводам элементов. Чтобы показания были как можно точнее. Почитал информацию ещё на сайте Yunlong по этим элементам. Там есть тесты с протыканием гвоздём, высверливанием. Также они распиливают этот элемент отрезным диском. Бросают с высоты, поджигают. Ничего с элементом не происходит. Также есть информация, что их лити-титанатные элементы можно заряжать за 6 минут. Кроме того, у них есть очень интересная картинка. Сейчас вы её видите на экране. Они заявляют, что элементы могут служить 30 лет. 10 лет из них эти элементы служат в электротранспорте. И оставшиеся 20 лет из 30 эти элементы могут служить как накопители энергии в индустрии. Солнечной энергетики и так далее. Оказывается, китайцы тоже что-то разрабатывают. Не стоят на месте, молодцы. Не знаю, кто из них впереди. Или Yunlong, или Toshiba. В любом случае, обе эти компании разрабатывают новые источники тока. Остаётся лишь только сказать спасибо им за это. Что ведут разработки в этой области. Если вы найдёте какую-то более подробную информацию. Или какую-то ещё новую информацию. Какие-то источники, где используют эти элементы. С какими-то тестами. Пишите в комментариях. Обсудим это обязательно. Буду рад пообщаться. Если же вы на канале впервые и у вас остались какие-то вопросы. Смотрите больше видео. Если всё же останутся вопросы, то пишите в комментариях. Я постараюсь ответить. А также подписывайтесь на канал. Потому что будет ещё много интересных видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк обязательно, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Делитесь этим видео обязательно в соцсетях. Нужно, чтобы как можно больше людей узнавало о новых источниках тока. Что они уже довольно-таки доступными становятся. Давайте обсуждать в комментариях эту тему. Я всегда рад. На этом, думаю, видео завершить. Увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok